Цель сегодняшней встречи – обсудить работу в период теста всех участников процесса. Чтобы детей вовремя привезли, охрана со стороны милиции присутствовала и был на каждом пункте медик. Дмитрий Секринский считает прошлогоднее тестирование успешным, поэтому в этот раз попросил всех справиться с задачей хотя бы не хуже. Помните, в прошлом году мы очень боялись, это был вообще первый, так сказать, блин, что называется, и он получился никумом, к счастью. Я стучу по дереву, как говорят, и прошу вас, чтобы в этом году было так же, как и в прошлом. Лучше не надо. Тем, кто решил в этом году пройти тестирование, тоже предстоит проявить пунктуальность и собранность. Важно вовремя прийти на место и не забыть документы. Всю необходимую информацию о процедуре будущие абитуриенты могут узнать на сайте регионального центра оценивания знаний. На пункт тестирования не смогут зайти ті випускники, ті абитуриенти майбутні, які не предъявляют документа. Тому оце нагадати ще раз всім випускникам, що немає змоги просто їх буде запустити на пункт тестирования, і друге, запізнення знов таки не приймаються. В нашей области создано 62 пункта, где будут проводиться тесты. Все желающие принять в них участие уже зарегистрировались, і им в ближайшее время разошлют приглашения. Регистрація у нас уже давно завершена, і все вопросы по регистрації, желающих пройти тестировання, у нас с вами закончены. Количество зарегистрированных в этом году по области 18 426 человек, по городу Запорожье 9 644. Тестировання буде длиться почти месяц. Первый экзамен по истории України пройдет 6 мая, а последний по химії 5 июня. Начало тестировання в 11 часов.